Ко мне присоединился глава города Сергей Сахарова. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я напоминаю, что вы можете задать свой вопрос по телефону 36 66 66. Но мы пока начнем. Нам стало известно, что в городе появляется новый необычный проект «Велошкола». Что это за проект будет, когда он появится, и кто сможет эту велошколу посещать? Ну, главная идея. Идея возникла во время многочисленных наших летних велотуров, велопутешествий, велопробегов. И сейчас в городе почти около 7 тысяч велосипедистов, но не каждый из них знает, что такое велосипед, как им пользоваться по-хорошему, вне зависимости от того, что он уже на нем катается. И поэтому пришла идея в голову молодым ребятам создать велошколу в городе Владимире. Она будет функционировать на базе Дворца творчества юных. Записью будет заниматься наш спортивный центр «Молодежный». Телефон, кстати, 536 888. И эта велошкола будет стоять из двух дней по 2-2,5 часа коротких, где учащиеся разных возрастов могут обучиться, первое, как подобрать велосипед, второе, что такое техническая оснастка велосипеда, что такое средство защиты для велосипедиста. Обязательно будет курс правил дорожного движения, которое будет читать профессионал, инспектор ГИБДД. И, безусловно, велопрактика шоссейная и кроссовая. То есть все это позволит тем, кто хочет подружиться с двухколесным другом, устойчиво и уверенно чувствовать себя как на кроссе, так и на тротуарах и шоссе города Владимир. У нас есть звонок, до нас дозвонилась Елена. Добрый вечер. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Мы вас слушаем, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня... Я живу на Ново-Ямской 30, у нас двор 26, 28, 30 и 32. У нас в неделю нет света. Нет света на внешней части двора, естественно? Да. Не в самих домах? На улице. У нас постоянно отключают. У нас очень лукой двор. Елена, спасибо за вопрос. У меня пока не было информации, что по колодцу домов 26, 28, 30, 32 по Ново-Ямской отсутствует освещение. Сегодня разберемся после эфира. Выясним. Спасибо. Обязательно восстановим. Нина Алексеевна у нас на связи. Здравствуйте. Добрый вечер. Нина Алексеевна, здравствуйте. У меня очень такой щекотливый вопрос. На Гражданской улице, в доме 16, уже очень много лет торгуют нелегально спиртом. Ничего не помогает ни милиции, ни в домах. Жаловались уже, куда только не жаловались. Бесполезно. Нина Алексеевна, это частный дом, Гражданская, 16? Это муниципальный, Зайцевский. Муниципальный дом. Да. Спасибо за сигнал. Тут же передадим в органы УВД. Спасибо. У нас на связи Екатерина. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. У меня вопрос такой очень конкретный о здравоохранении, обслуживании наших детей. Вот детская поликлиника на улице Каманина не так давно лишилась лорзача. Вот. И мы теперь не можем попасть на прием лорзача, чтобы детей обследовать. Только на поликлинику на Куршкино по записи. Обращаемся в областную больницу, где нас принимают, но с изменениями нашими. Посмотрите, пожалуйста, на наших детей. Илья не одинока. Понял. Екатерина, мне сейчас тяжело говорить о здравоохранении, но было передано нами уже почти три года назад на областной уровень. Наверняка есть какая-то кадровая проблема с детским лор-врачом. Но знаю абсолютно точно, что и губернатор, и руководитель департамента здравоохранения самое пристальное внимание в этой сфере детской медицины уделяет. И если это кадровая проблема, то она в ближайшее время наверняка будет решена. Но пока нет у нас телефонного звонка. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, город у нас готовится к зиме. Оценивали, насколько мы к прохождению очередного осенне-зимнего периода готовы? Город зимой жителей не подведет. Управляющие компании гораздо стали лучше работать и готовить свой многоквартирный фонд к зимнему периоду. Сейчас ведется работа управлением жилищно-коммунального хозяйства и заместителем главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству в этом вопросе. Регулярно проводятся планерки, регулярно проводятся какие-то занятия. Занятия и управляющие компании, ресурсоснабжающие организации докладывают о полной готовности в ближайшее время сдать город к зимнему периоду. У нас на связи Павел. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу помоек. Сейчас в городе оборудуют такие подземные помойки, вкопанные. Я хотел уточнить первый вопрос. Будут ли все помойки в городе единообразными? И второй вопрос. Будут ли рядом с этими помойками оборудовать места для крупногабаритных отходов? То, что касается заглубленных контейнеров, емкостью 2-3 куба, они разные. Этим занимается только одна мусоровозящая компания, если не ошибаюсь, она называется спецтехтранс. Да, СТТ, спецтехтранс. Контейнера такие заглубленные располагаются на территории МУБЖЭП номер 8. И еще некоторых домов. По-моему, на улице студенческой дом 6 или 6А я видел такой контейнер. Здесь у нас конкурентная среда. Вывозом мусора занимаются 3, даже сейчас 4 мусоровозящих компаний. Каждая из них, своей управляющей компанией, кто с ним заключил договор, предлагает разные условия. Как по цене, так и по качеству вывоза мусора. То, что касается заглубленки и вывоза крупногабаритного мусора, то видел сам, что рядом с этим заглубленным контейнером находится небольшой загороженный участок для складирования крупногабаритного мусора. Павел, ответили. Людмила у нас на связи. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Я живу на улице Большие Ременники, у нас нет освещения. Один фонарь горит у граждан проекта, второй около магазина у нестрой. Все, в остальное... Людмила, скажите, пожалуйста, дом по Большим Ременникам, где нет освещения? И вопрос, не было никогда или освещение пропало недавно? В этом году нет. Вот сейчас вот стало темно, в этом году его не включают. Я живу дом номер 17А, потом рядом с нами дом 13А. И туда дальше, я не знаю, там какие дома. В общем, по всей улице нет. Людмила, спасибо. Ваш вопрос похож на 1-й, на улицу Новоимская. Разберемся. Спасибо. Александр Владимирович до нас дозвонился. Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей Владимирович. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Подскажите, когда откроется дорога сзади электроприбора Северная? Вы год назад говорили, что там откроется. Скажите, пожалуйста, какая дорога еще раз? Сзади электроприбора Северная, продолжение Северной. Я понял, продолжение Северной. Есть юридические проблемы с открытием этой части города. Пока точно не могу сказать, чтобы не обмануть вас и телезрителей. Есть ли у нас звонок телефонный? Елена Владимировна. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, Елена Владимировна. Елена, задавайте свой вопрос. А мне вопрос по освещению на улице Нижнедуброва. Комплекс орбиты. Нижнедуброва, вот здесь дома первые. Первый, третий, пятый, седьмой, девятый. Да, знаем. Восстановлено электричество на первом, третьем и пятом доме. Сейчас ведутся работы и до конца недели обещали сделать на пятом, седьмом, девятом. Сегодня тема освещения. Особо актуальна. Город погружается во тьму. Есть ли у нас телефонный звонок? Сергей Владимирович. Любовь Ивановна, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Любовь Ивановна. Здравствуйте. Говорите, задавайте вопрос. Я живу на заднем боровке, никто в доме не живет, я одна. Ручится весь, крыша упала, все на свете. И когда же Лыбинский магистраль будет, я жду, не дождусь, я инвалид. Еще раз, адрес какой я не расслышал, Любовь Ивановна? Никто там, у нас здесь никого нету. Я знаю. Любовь Ивановна, скажите ваш адрес, пожалуйста. Задний боровок 6. Задний боровок 6. Значит, понял. У вас частный дом? Да. Там на квартирной вершине. Любовь Ивановна, то, что касается заднего боровка и самой линии Лыбинской магистрали, мы эту часть города обязаны расселить. И будет разговор, соответственно, с жителями, как инвесторов, так и муниципальных служащих в ближайшее время. Так что ваш дом, насколько я помню, подлежит расселению. Вячеслав, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Вячеслав. Мы вас слушаем. Сергей Владимирович, у меня вопрос вот такой. Почему-то такое ощущение складывается, что во Владимире очень не любят автолюбителей и с ними просто борются. Это как будто автолюбители, это не жители Владимира, а какие-то инопланетяне, там, не знаю, враги какие-то приехали. С чего у вас такое мнение сложилось? В чем вопрос? Вопрос, во-первых, по организации движения в центре. Я не знаю, кто его составлял. После чего, но во всяком случае, вот странно, когда подъезжаешь к Никитской и Второй Никольской, там знак только направо, хотя прямо можно ехать. Подъезжаешь с Никитской и Никольской в сторону Золотых, там тоже только направо. Каким образом можно проехать к Золотым? Это мне нужно с Дивической проехать через Гагарина, чтобы к Золотым воротам проехать. Да, Вячеслав, есть нюансы. Согласился с вами. И сам как автолюбитель, особенно по первому времени путался в замысловатости этих знаков. Но первый плюс, который мы получили, это за все лето ни одной аварии на этом промежутке, на этих развязках. То, что сейчас неудобно с Никитской на Никольскую переезжать и тяжело попасть в Золотым воротам, если идешь действительно с Дивической, это правда. Разворачиваться приходится чуть ли не на Студенной горе. Это так. В качестве эксперимента лето, все лето у нас была установка этих знаков. Разрабатывал схему движения наш городской Владимирский институт дорожного движения. Подтверждали всю эту схему ГИБДД. Давайте сделаем так. Где-то в октябре месяце, в начале октября к этому вопросу еще вернемся. Соберем мнение всех автомобилистов и жителей города Владимира.